Доброго вечера, мы из Украины, выдует из проект Украина в огне, мене зватый Рауль. Благодаря усилиям ЗСУ и российским пропагандистам у меня сегодня для вас много хороших новостей. Продолжается освобождение Херсонской области и, возможно, вскоре будет проведена деоккупация Луганской. Начнем с самых интересных новостей. После болезненного отвода войск на новые, более выгодные рубежи, Россия потеряла Ливан и начата зачистка Бейрута. Все это происходит благодаря усилиям многомудрого народного депутата Николая Тищенко, он же Коля Котлета, Николас Митбол и Николя Коклет. Наш герой снова отличился и опубликовал пост, где назвал Лиман Ливаном. Разумеется, это досадная опечатка, но с Николаем опечатки и оговорки случаются с завидным постоянством. А еще он умеет разминировать автомобили при помощи обычной ветки и необычайного чутья. К сожалению, это видео я не могу вам опубликовать, потому что Facebook сразу говорит, что это страшные военные действия и всячески нас гнобит. Николай появился в нашем сюжете не случайно. Николай – это напоминание не только о том, что в Украине нардепом может стать буквально каждый, но и лекарство от самонадеянности. Он живое подтверждение того, что мы не гиперборейцы, а россияне не совсем дегенераты. Я знаю, что многие сейчас вспомнили, как во времена их юности римский император Гай Юлий Цезарь Август Германик, он же Каллигула, сделал римским сенатором своего любимого коня инцитатуса. Спустя века руководители партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Юрий Бойко и Вадим Рабинович могут лишь снисходительно улыбнуться на шалости юного императора, ведь они умудрились сделать народным депутатом гомункулуса по имени Илья Кива. Иногда просто нужно завести новую женщину, и ты опять молодой, красивый, умный, самый сильный, да еще и с золотыми руками. Для наших зарубежных зрителей Илья Кива это не просто народный депутат, а бывший помощник министра МВД Авакова, борец с наркопреступностью и даже руководитель Полтавского отделения правого сектора. С ним связано много анекдотических историй, криминальных событий и политических скандалов. Сейчас Илья тусуется в Москве и ходит по ток-шоу с рассказами про украинскую хунту и нацизм. Существует обоснованное подозрение, что будущий народный депутат был зачат в винных подвалах Арсена Авакова при содействии Дмитрия Корчинского. Два мальфара пытались создать боевого голеба для борьбы с наркотрафиком и российскими нарративами, но все получилось как в романе одного известного писателя, имя которого сейчас нельзя произносить, потому что он хоть и жил в Киеве, но был имперцем. Короче, иногда Илья чешет себя ногой за ухом. Так он борется с фантомными блохами из прошлой жизни. Как же отражаются украинские победы на настроениях в России? Там ожидаемо начались разборки и поиск виновных. Пехотинист Путина Кадыров и повар Путина Пригожин единым фронтом выступили против любителя танкового биатлона министра обороны Российской Федерации Шойгу и начальника генштаба Герасимова. Кадыров также обвинил в непотизме некоторых генералов. И здесь я хотел бы обратиться к опирайтерам Рамзана Кадырова. Я понимаю, что вы пытаетесь переводить его на высокий эльфийский, но тем не менее, когда вы приписываете сыну гор фразу «армейский непотизм не доведет армию до хорошего», добавляйте хотя бы дон. Кстати, как оказалось, Кадырова обвинил в непотизме генерала Александра Лапина. За взятие Лисичанска тот был удостоен награды, и он же занимался обороной Лимана. Злые языки бают, что сын Лапина, Денис, в свои 36 лет уже подполковник и героически командует 1-м гвардейским танковым полком 2-й гвардейской мотострелковой дивизии и системно укладывает их вместе с техникой в украинских полях. За это он стремительно растет в званиях и прирастает наградами. Но, как верно заметил один из сторонников Лапина, его сын хотя бы воюет, а не Чилиса в Калифорнии или Франции. В общем, подковерная возня ворвалась в медийное пространство, и уже в ближайшее время мы станем свидетелями, какая из фракций победит. Атомные ястребы Пригожин и Кадыров или опытные казнокрады и чиновники Шойгу и компания. Возможно, на смену танковому биатлону уже скоро придут ослиные бега Кадырова и праздник молодого чефира Нуво от Пригожина. Эпичная битва Жабы-Гадюк происходит на фоне истерических заявлений коллаборантов о том, что в Багдаде все спокойно. Ну, в смысле, в Херсоне. Запускайте с Тремноусова. Ну что, друзья, на Херсонском направлении, как ни странно, все под контролем, независимо от того, что происходит. Да, нацисты прорвались немножко вглубь, но наша система обороны работает, поэтому без какой-либо паники, там, чтобы кто не говорил, мы находимся на территории Херсонской области. Посмотрите, позади меня Антоновский мост, как вы видите, все целы, стоит нормально. Мы отражаем все атаки и, честно говоря, вот все те, кто сегодня паникует в социальных сетях, приостановитесь. Здесь не Харьков, здесь не Лиман, оборону держим. Но лепетание Стремноусова, да, я знаю, что он Стремноусов, но я просто по-другому его не могу называть. В общем, лепетание Стремноусова не может обмануть топовых пропагандистов России, Мэтт Сквирл и Соловья Генштаба. Они первыми обычно замечают течь в корабле и слышат треск мачты. Крики «все спокойно», мы не Харьковская область, не Лиман, для них переводятся как «мы следующие». И обратите внимание, на Красной площади фронтменом одичалых стали не Соловьев и Симонян, а Иван Ахлобыстин. Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Сейчас существует мнение, что в скором времени специальную военную операцию переименуют в контр-траннистическую оператору. Кто-то говорит, что это будет даже отечественная война, но я считаю, что и этого недостаточно. Правильно это назвать священная война! Священная война! Существует такое древнерусское междометие «Гойда», означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? «Гойда, братья и сестры! Гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся! Мы идем! Гойда!» Знаете, что в это время слышат в хрипе Охлобыстина прожженные пропагандисты и просветленные мещане? Пора хватать спасательные денежные средства и Гойда из России, куда глаза глядят. Как гениально пошутил Шендерович, простейшие не ошибаются. Скорость мимикрии указывает на скорость изменений в среде. Давайте послушаем, как с криком Гойда Маргарита в прыжке не просто переобувается, а переодевает комбинезон. Вы поймите, Максим, я тоже общество. Я не власть, понимаете, от того, что меня по телевизору показывают и вас по телевизору показывают. Вы же не власть, и я не власть. От того, что я руковожу средствами массовой информации, ну я главный редактор средств массовой информации, журналист. Я же не власть. Я точно такая же часть общества, маленькая частичка. Я точно так же чувствую то, что чувствует общество. А сейчас я напомню вам, что эта маленькая частичка общества говорила всего полгода назад. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина, подавили эти огневые точки, вот мы рекламную паузу это обсуждали. Тогда она, кстати, тоже не ошибалась, а тонко чувствовала изменения в среде. Тогда было время, когда красавцы-гусары ехали на войну, кричали женщины «Ура!» и в воздух лифчики бросали. Теперь давайте почитаем Соловьева. Хмурое октябрьское утро над встревоженной, взъерошенной Москвой. Над страной нависло тревожное ожидание давно назревших и перезревших решений. Трудные решения неизбежны. Мы глядим на облетевшую за последние три недели позолоту пиара на здание нашего государства с некоторым недоумением. Да, нам что уж говорить, нравилась эта позолота и эти рюшечки с танковым биатлоном, и эти звонкие лозунги. Но мы ведь все чувствовали в них фальшь, особенно на фоне тревожных вестей с фронта. Обратите внимание, как Владимир дистанцирует себя от людей, которые годами обдавали Москву и всю Россию золотистыми струями пиара. Простейшие не ошибаются. И еще, я хотел бы напомнить, что и Владимир, и Маргарита, конечно же, являются властью, потому что возглавляют мощнейшие медиахолдинги и вещают на страну с населением в 140 миллионов человек, минус 60 тысяч российских солдат, которые по их вине тоже сгинули в Украине. Пресса и журналистика четвертая власть в любой стране. Пропаганда в России вторая после Путина. И когда Марго и Вова пытаются со сцены пересесть в зрительный зал, это означает, что дела идут очень плохо. Каждый украинец, кстати, прекрасно знает, в какой момент власть начинает говорить, что она не власть. Обычно это происходит, когда открываются уголовные дела, приходят ревизии, или тебя собираются отправить на суд в Гаагу и отнюдь не в качестве свидетеля. Именно в этот момент чиновники начинают рассказывать, что они слуги, они правители, и что все эти дома, яхты и бьюти-блогерш им подбросили, либо иностранные разведки, либо политические оппоненты. Что будет дальше? Украинская армия продолжит и продолжает наступление. Россия запустит и уже запустила свежий нарратив. Доблестные мобики совместно с остатками кадровой армии доблестно уничтожают врага и дорого отдают каждую пять украденной украинской земли. Поэтому потери украинских войск исчисляются десятками и тысячами солдат. И скоро наступление Украины захлебнется в крови ЗСУ. Главная сила ЗСУ, по мнению российских военкоров и стратегов Генштаба, заключается в разведданных и заградотрядах, которые гонят одурманенных пропагандой солдат на русские штыки. Где правда, а где вымысел? Я подтверждаю, что потери ЗСУ грандиозны. Если мы внимательно изучим брифинги Министерства обороны России, то выяснится, что где-то с 5 марта против России воюет армия мертвых. И я думаю, что настало время признать, что ЗСУ сплошь и рядом состоит из некромантов и призраков. Благодаря магии крови и знаниям Каббалы, они могут поднимать погибших солдат, создавать костяных гонщих, а неубиенная авиация Украины – ничто иное, как знаменитая дикая охота. Именно поэтому к борьбе с украинскими чернокнижниками был приглашен Ваня Хлобыстин, бывший батюшка, а ныне православный маг, который одним рыком Гойда способен справиться с двумя суккубами и ласково приветить трех инкубов. И не спешите ржать, посудите сами. Каждый день войска России уничтожают сотни и даже тысячи радикалов – украинских солдат. На моей памяти только добровольческое подразделение «Кракен» было уничтожено четыре раза. При этом все выжившие российские солдаты и офицеры вместе с военкорами в один голос заявляют «Нас атаковали силы противника, которые в 3-8 раз превосходили нас в живой силе, а когда у них просто заводилась бронетехника, крошились бетонные блиндажи и доты». Учитывая тот факт, что Россия никогда не врет, единственное объяснение роста численности украинской пехоты при очевидной ее убыли – это темная магия, некромантия. В России в Кремле сидят тоже не дураки. Именно поэтому началась массовая мобилизация россиян со специфическими навыками. В большинстве своем это адепты тайного ордена алхимиков. В отличие от средневековой Европы, они нашли философский камень, способный превращать буквально все в водку или самогон. Именно адепты этого тайного ордена и станут костяком, основой синей армии, которая сейчас формируется на базе частичной мобилизации. В России для них уже даже придумали звонкое название – чмобики, то есть частично мобилизованное. А теперь лучший анекдот на тему русского военного новояза. Ваня, вот тебе повестка пришла. Так у меня же ног нет, чувак, так и мобилизация частичная. Забавно, но по некоторым данным из России уже спетляло больше военнообязанных, чем заявленная цель мобилизации в 300 тысяч человек. И понятное дело, что это самые умные, самые изворотливые и самые продвинутые россияне, которых мы точно не хотим видеть в армии России. Мы заинтересованы в полках «Портвейн», «Анародима» и десантно-штурмовых бригадах имени Вани Ахлобыстина. Потому что Ваня точно знает, что должна сделать Россия для победы. До 90% до сих пор не осознают, в каком историческом моменте мы находимся. Что у нас одна нога над пропастью, и пора уже другую туда, чтобы мы рухнули, долетели до дна и обрели скорость, чтобы взлететь на все. Иногда мне кажется, что архимаг Ахлобыстин в поисках философского камня слишком часто разбавляет спирт ртутью. Потому что если прыгнуть в пропасть, то от нее очень трудно толкнуться ногами даже в фантастических китайских фильмах. Но если Ахлобыстин думает, что нам некем ответить, то это он зря. Для усиления фронта и противостоянию синей армии, Генштаб Украины принял решение применить на фронте тактическое ядреное оружие Украины, бывшего народного депутата Украины, бретера и повесу Олега Ляшка. Служу украинскому народу. Как жесть доброй воли и в милосердии своем я решил предупредить об этом обреченных солдат Российской Федерации и предупредить их, что Олег будет не просто уничтожать врага, перед этим он будет их карать. И поверьте, вам лучше встретить свою смерть лицом к лицу, а не показывать Олегу спину и пытаться удрать с поля боя. Это его может только распалить. А если серьезно, Олег Ляшко молодец. Пошел на фронт солдатам, а не военным туристам. Это поступок, который заслуживает уважения. Я искренне надеюсь, что он не опустится до роликов, где его от осколков спас надувной матрас, как это произошло с другим известным в прошлом государственным чиновником. А Олегу я желаю встретиться на поле битвы с Охлобыстиным и доказать, что украинский ГОПАК завсегда победит бесконтактный Алка-Русобой. А к подразделению Ляшко у меня одна просьба. Переснимите, пожалуйста, присягу нормально. Чтобы Олег был обнажен по пояс и с вилами. И после славы Украине он произнес крылатое «Авэ Цезарь муритуре де салютант». Вы будете ржать, но узнав про Олега, всполошился уже даже Кадыров, который заявил, что в ближайшее время отправить на войну своих троих сыновей. Пришло время показать себя в реальном бою, сообщил Кадыров. Это, кстати, будет очень пикантная история. Дело в том, что все трое сыновей Кадырова несовершеннолетние. Им 14, 15 и 16 лет. По семейному кодексу РФ дети не могут быть отправлены на фронт ни в каком качестве. В нормальной стране Кадырова бы как минимум лишили родительских прав. Но Чечня не Россия. Там работают совсем другие законы. Что бы там себе не придумывала Генеральная прокуратура Российской Федерации. Короче, как вы поняли, мы приближаемся к кульминации. И по мнению бывшего главы ЦРУ Петреуса, даже тактическое ядерное оружие не поможет России победить Украину. А сам ответ НАТО, скорее всего, предполагает полное уничтожение российских группировок на территории Украины и в том числе в Крыму. Также Петреус уверен, что будет потоплен весь Черноморский российский флот. Удары будут нанесены не ядерным оружием. Россия об ответе НАТО уведомлена. Я почему-то уверен, что бывших глав ЦРУ не бывает. И Петреус озвучил ровно то, что было решено озвучить в Вашингтоне. На этом все. Вы смотрели проект «Украина в огне». Помните, что Российская Федерация будет уничтожена. Слава Украине!